Обеспечить защиту прав потребителей услуг общепита и вывести из тени данную сферу бизнеса. Такие задачи у нового отраслевого проекта ФНС России «Общественное питание». Его реализация стартовала в январе этого года. Подробнее о компании в репортаже Александра Колганова. На территории, которую курирует 17-я межрайонная налоговая инспекция, деятельность по оказанию услуг общественного питания осуществляют более 300 налогоплательщиков. Большая часть из них – индивидуальные предприниматели. Некоторые ведут дела не совсем честно. Ежегодно из-за таких бизнесменов казна недополучает до 30% средств. Участились случаи, когда продавец просит покупателя перевести деньги по номеру телефона либо на банковскую карту. И в этой связи инспекция использует в своей работе рискориентированный подход и включает в план проверок только налогоплательщиков, так сказать, недобросовестных. В рамках проекта налоговые органы ориентируются и на общественный контроль. Поучаствовать в выявлении недобросовестных налогоплательщиков, которые не отражают выручку через контрольно-кассовую технику в полном объеме, может любой клиент заведения. Кассовый чек можно двумя способами проверить. Посредством сервиса проверка чека. Первый способ – это путем сканирования QR-кода. И второй – путем введения платежных реквизитов вручную. И в случае обнаружения недостатков, недочетов чека некорректного обратиться в инспекцию и сообщить об этом. С 1 июля этого года закон обязует использовать контрольно-кассовую технику всех индивидуальных предпринимателей, даже тех, кто работает без наемных сотрудников и реализует товары собственного производства. Результатом отраслевого проекта должно стать увеличение выручки и, как следствие, повышение доходов бюджета.